всем привет перед началом просмотра не забудьте подписаться на канал в этом обзоре мы разберем четыре вида стены газоблок d500 кирпич m200 силикатный кирпич плотностью 1800 и монолитный железобетон тема какой дом может автономно простоять без отопления более продолжительное время и как влияет толщина стены это момент самый интересный в следующем обзоре разберем подробно утеплители с утеплителями не все так просто как кажется на самом деле это видео будет полезным для тех кто собирается строить себе дом но не определился выборе материала а также проектировщиком все проектировщики об этом знают но под воздействием сми об этом просто забывают для начала разберем ошибки конструкции различных стен перед вами всеми любимая трехслойка при теплотехнических расчетах приведенный средний взвешенный коэффициент теплопередачи теплотехнические неоднородные ограждающие конструкции в основном не учитывается проектировщиками не говоря уже о простых пользователях мы видим мостик теплопотерь в виде сетки алюминиевых штырей для удержания облицовочной кладки показаны на рисунке красным цветом а в районе примыкания с фундаментом мостик холода очень огромный в итоге фундамент холодный все тепло будет уходить на разогрев фундамента в нижней части стены первого этажа и в расчетах не учитывается такой мостик холода как показано этой картинке фактически не учитывается коэффициент неоднородности инфильтрации через конструкцию стены продуваемости при таком качестве выполнения работ голубой стрелкой показан еще мостик холода где не перекрывается плотно утеплителем также не берется коэффициент теплоусвоения что увеличивает расход на энергоносители уменьшает время сохранения тепла в здании без отопления с такими мостиками холода даже при утеплении фундамента снаружи в подвалах и в подполье всегда будет сыро и холодно все это сказывается на теплопотере здания через полы вот еще распространенный тип стены примыкание фундаменту одинаково как и в трехслойной стене все те же ошибки а теплопотери здесь намного выше так как эти материалы требуют наружного утепления но в погоне за эстетикой застройщики не уделяет этому должное внимание даже если поместить вместо керамзитового блока газобетон d400 такие дома нельзя отнести к теплым домам при проектировании дома надо уходить полностью от всех мостиков холода теперь рассмотрим распространенную ошибку частного застройщика частный застройщик пользуюсь онлайн калькулятором 90 процентов случаев проверяет теплосопротивление на однородной стене вот пример с неоднородной стеной и однородной разницу видите очевидно еще одна ошибка не выбирает правильную температуру вот пример для каширы московской области нужно теплорасчет делать при температурах плюс 23 внутри помещения снаружи минус 23 так как почти каждую зиму бывает по 10-20 дней такая среднесуточная температура а с учетом ветра этот параметр может и увеличиваться и мы видим что средней температуры стены составляет в этот период времени минус 0 45 градусов и эта стена требует наружного утепления и так мы подошли к самому лучшему варианту стены двухслойная стена снаружи утепление внутри конструкции здания и мы не имеем мостиков холода для всех типов материалов по умолчанию возьмем пир плиту с обкладкой стекло холст 120 миллиметров мы сравниваем с таки с каким типом стен дом без отопления может простоять более продолжительное время этот показатель самый главный чем реже включение котла отопления тем меньше расход энергоносителей тем меньше мы тратим деньги за отопление не берем во внимание зон конденсации в самой стене это не тема этого обзора конструктиве двуслойной стены нет мостиков холода на экране подошв фундамента расположена на экструзирован пенополистироле он обозначен сероцветом далее по вертикали идет утеплитель он обозначен более светлым цветом при такой конструкции стены дома в районе примыкания с фундаментом не имеют мостиков холода и вся стена снаружи у нас получается однородная верхней части мурлат устанавливаем на утеплитель и единственный мостик холод мостики холода это шпильки в итоге мы полностью закрываем конструкцию дома помещая ее в зону средиземноморского климата при современных технологиях и наличие на рынке различных материалов если посчитать комплекс работ по трехслойной стене с учетом материалов то себестоимость за день квадратный метр выходит сопоставимо с покупкой термопанели с клинкерной плиткой можно купить и сразу делать утепление дома или как вариант покупать термопанели с толщиной утеплителя 20 30 миллиметров и приклеивать на существующий утеплитель а теперь рассмотрим различные типы ограждающей конструкции стен все типы стен имеют одинаковую наружную оболочку утеплитель пир плиту 120 миллиметров все расчеты сделаны при одинаковой толщине стены 375 миллиметров при одинаковых температурах как снаружи так и внутри помещения при условии что все типы конструкции имеют одинаковый процент содержания влаги и в расчете не указано угловые зоны конструкции здания все расчеты сделаны в стационарном состоянии на первом графике мы видим наш утеплитель и температура на поверхности утеплителя внутри помещения составляет плюс 21 и градусов. Этот элемент конструкции отвечает только за сопротивление теплопередачи. И далее мы делаем расчеты с различными типами стен, с этим элементом конструкции стены. Первый тип конструкции с газоблоком D400. На графике видим, что средняя температура стены тела газоблока равна плюс 13,2 градусов. На втором графике газоблок D500, средняя температура 14,3 градуса. На графике при применении трепельного полноценного кирпича средняя температура уже выше, почти 18,75. А вот к силикатному кирпичу в последние годы мнение изменилось не в лучшую сторону, так как его относят к холодным материалам. Но показатель на графике показывает, что средняя температура стены составляет плюс 20,1 градусов. Рассмотрим стену из монолитного железобетона толщиной тоже 375 миллиметров. Мы видим, что средняя температура стены здесь уже плюс 21 градус. На графиках наглядно видим, что сопротивление теплопередачи в ограждающей конструкции стен у монолитного железобетона самое низкое. Но показатель по тепловой инерции самый высокий. При применении технологии строительства двухслойной стены надо брать в расчет коэффициент теплоусвоения. А на графиках мы видим, чем ниже этот коэффициент у материала, тем конструкция стены имеет более низкую температуру. И сопротивление теплопередачи в двухслойных конструкциях стен надо учитывать только в утеплителе путем моделирования, как показано на экране. Следующее видео будет именно про утеплители. Разумеется, для каждого региона толщина утеплителя она разная, но температура должна быть не менее 21 градуса, как показано на экране. Бытует мнение, чем толще стена, тем выше теплосопротивление, тем меньше теплопотерь. Но это применимо к традиционным типам стен. В двухслойной за теплосопротивление отвечает утеплитель. Если есть желание увеличить теплосопротивление, то самое оптимальное решение это увеличить толщину утеплителя. И об этом надо сразу подумать, так как уже в этом году, в июне месяце, по непроверенным данным, тарифы на газ могут вырасти с 5 рублей 70 копеек до 7-8 рублей. Все зависит от региона. А также ввести тарифную сетку на электричество. И этот приказ на экране – подготовка поднятия тарифов на энергоносители в 2023 году. На канале уже была информация на эту тему. Так как двуслойный пирог стен обладает лучшей теплоустойчивостью, а в нашем случае, когда на внутренней части границы утеплителя при температуре минус 23 мы имеем плюс 21 для московского региона и перепады температур наружного воздуха сведены к минимуму за счет утеплителя, то колебания внешней температуры на внутреннюю часть конструкции стены почти не оказывают влияние. Но чтобы повысить тепловую инерцию и теплоустойчивость помещения, есть несколько еще вариантов. Первый. Выбираем материалы. Это силикатный кирпич или монолитный железобетон. Эти два материала заслуживают внимания. В крайнем случае – репельный кирпич, но при условии, что оба типа кирпича должны быть полнотелые. Второй вариант. Можно добавить толщину утеплителя, что экономически может быть затратно и малоэффективно. Можете сами попробовать на калькуляторе. Но есть способ более эффективен и экономически выгоден. Это третий. Третий способ. Можно уменьшить толщину стены, если позволяет конструктивные решения при проектировании объекта. С кирпичом это не получится, если будете делать перекрытие из железобетона или монолитно-железобетонное перекрытие. А перекрытие – самый мощный аккумулятор тепловой энергии, так как самый теплый воздух находится наверху. И отказываться от такого типа перекрытия лучше не стоит. Но таким решением по уменьшению толщины стены поддаются стены из монолитного железобетона. При уменьшении толщины стены до 150 мм в стенах температуру поднимаем на 0,5 градусов, что нам дает среднюю более высокую температуру плюс 21,6 градусов. Так как на графике видим минимальный допустимый перепад температуры между внутренней части стены по отношению к наружной, этим самым мы максимально выравниваем температуру в самой конструкции стены. Это повышает теплоустойчивость помещения, так как понижает колебания внутреннего воздуха при колебании теплового потока от отопительных приборов, тем самым сильно снижаем затраты на энергоносители. К примеру, дом из монолитного железобетона за сутки может максимум остыть при температурах окружающего воздуха минус 23 на 2-3 градуса, а за 48 часов 3-4. Дальнейшее понижение температуры оно будет более медленным, так как первые 5-10 часов в помещении остывает воздух. Один из способов снижения теплопотери ограждающей конструкции это проектирование зданий квадратной или прямоугольной формы, так как при таких формах нет выступающих частей здания, что значительно снижает расходы на энергоносители. Не секрет, что самая низкая температура конструкции стен это угловые зоны. Также перекрытие на втором этаже между чердачным пространством и жилым помещением должно быть из монолитного железобетона, так как это в первую очередь аккумулятор тепла. Выполнен из однородного плотного материала. С таким перекрытием снижаем теплопотери. С другими типами перекрытия, кроме железобетонных плит. Мы имеем коэффициент неоднородности материала и коэффициент продуваемости. Надо учитывать, что самый теплый воздух находится наверху и самые большие теплопотери в любом доме через конструкцию здания происходят через перекрытие последнего этажа. Не берем во внимание в этом обзоре светопрозрачные конструкции. Еще один момент надо учитывать для снижения теплопотерь здания. На величину коэффициента теплоусвоения материала влияет в дальнейшем и отделка. Нельзя закрывать стены полностью ГВЛ или гипсокартоном, так как теплоусвоение материал происходит в первом слое резких колебаний. У кирпича этот слой от 6 до 8 сантиметров. Это при открытой кладке кирпича. При математических расчетах выявлено, что применение ГВЛ для отделки стен с учетом воздушной прослойки 2-3 миллиметра в средней температуры стены падает в среднем на 2 градуса. Этим самым мы понижаем среднюю температуру стены, при этом мы лишаемся лучистого излучения внутри помещения от конструкции стен, а также теплопередачи с помощью воздушных потоков между стенами. Итак, подведем итог. Все материалы, показанные в этом обзоре, имеют свои плюсы и минусы. К примеру, высотка, выполнена полностью из монолитного железобетона, будет приносить дискомфорт жильцам. Так как забивая гвоздь в стену бетона на первом этаже, житель на 25 этаже будет слышать все шумы. И самый лучший вариант это применение газоблоков или других материалов для укладки в каркас из монолитного железобетона. Для домов постоянного проживания этот фактор можно не учитывать, так как у вас нет соседей. Для домов с постоянным проживанием лучшее решение при выборе материала применять силикатный кирпич или монолитный железобетон, так как эти два материала имеют самый высокий коэффициент теплоусвоения. Достоинство силикатного кирпича это доступность технологии строительства, минус по отношению к монолитному железобетону, более низкий коэффициент теплоусвоения, инерционность, средняя температура стены ниже, что дает более быстрое остывание помещений и более частого продолжительного включения систем отопления. Средняя температура стены находится на границе области комфорта для человека. Еще одним минусом силикатного кирпича – в неравномерной, более низкой теплопередаче тепловой энергии в конструкции здания. Качество кладки также влияет на теплопередачу. В углах или за шкафами, где стены не получают заряд тепловой энергии за счет конвекции воздуха, температура стены в таких местах всегда будет более низкой. Монолитный железобетон имеет однородный материал. За счет металлических прутков в теле бетона. Имеет самый высокий коэффициент теплопередачи по всей конструкции здания. Температура наружных стен будет выше, чем показано на графике. Очень эффективно будет работать аккумулятор тепла, плит перекрытия и внутренних перегородок. Все стены имеют более равномерную температуру. За счет более высокой температуры стен дают более сильное лучистое излучение внутри помещения. Стены из монолитного железобетона имеют более высокую температуру границ комфорта человека, что снижает порог включения на обогрев помещений систем отопления, а также сокращает отопительный сезон на 20 дней за счет тепловой инерции стен. В летнее время применение кондиционера крайне редко. Всю динамику температур в конструкции стен в течение года можете смоделировать сами. Рекомендуется домохозяйством при отоплении и электричеством. Можно использовать только ночной тариф. Одним из больших минусов домов из монолитного железобетона – это малодоступная технология строительства домов. Для тех, кто задумывается о строительстве дома, можете зайти на наш сайт. Сайт находится в разработке сейчас, но на сайте есть на данный момент один проект. Цены на этот дом будут указаны с учетом всех материалов и работ позже. Что входит в цену, можете посмотреть. Что входит в комплектацию дома, тоже можете посмотреть в описании под проектом. В дальнейшем количество проектов будет увеличиваться. Можете посмотреть планировку дома. Там, на втором этаже, две планировки. Посмотрите каждую. Далее, по видео, которое будет выше, на той же странице, перейдите на канал в YouTube для просмотра. Проект сделан в 3D-графике. Лучше это все делать с персонального компьютера. Под видео обязательно почитайте описание, прежде чем писать комментарии. Оставьте свое мнение о проекте. Напишите, какой площади интересен ваш дом. Напишите, какие вы видите недостатки. И мы вам ответим на этот вопрос. Есть ли там недостатки в том проекте или нет. Итак, мы ориентированы на строительство домов в Нижегородской, Владимирской области, близлежащие районы. Но также готовы построить вам дом и в Подмосковье. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok